В работе 71-й сессии приняли участие глава Лобинского городского поселения, его заместители, начальники, специалисты управления и отделов администрации, заместитель Лобинского межрайонного прокурора. На обсуждение депутатам было вынесено семь вопросов. В первую очередь присутствующие утвердили индикативный план социально-экономического развития городского поселения на 2014 год и плановый период до 2016-го. На основании представленных администрации Лобинского городского поселения основных показателей индикативного плана социально-экономического развития на 2014 год и плановый период до 2016-го года, разработанные в исполнении пункта 6 статьи 9 закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года за номером 384 КЗ о прогнозировании и индикативном планировании стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края Совет Лобинского городского поселения Лобинского района решил утвердить индикативный план социально-экономического развития Лобинского городского поселения Лобинского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению. На этом же заседании депутаты утвердили бюджет Лобинского городского поселения на 2014 год. Общий объем доходов будет составлять почти 150 миллионов рублей. Объем доходов и объем расходов на 2014 год равен. Нет ни дефицита, ни профицита. Если посмотреть сравнение с 2013 годом, то вы видите, насколько отличаются и доходная, и расходная часть. Но это, естественно, обусловлено тем, что в течение года выделялись из различных источников и уровней бюджета значительные суммы средств для участия в краевых программах и в каких-то различных мероприятиях. Поэтому разница такая значительная, но в течение года, естественно, будет корректироваться и расходная, и доходная часть стороной увеличения. В новом году бюджет города по-прежнему будет социально ориентирован. Лобинск продолжит участвовать в краевых целевых программах, направленных на благоустройство территории, ремонт дорог, освещение улиц. Кроме того, в рамках сессии утвердили правила землепользования и застройки Лобинского городского поселения, структуры администрации и рассмотрели еще ряд других важных вопросов. Глава Лобинского городского поселения поблагодарил депутатов за активную работу. В новом году плодотворное сотрудничество продолжится, заверил Алексей Матыченко. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.